Петя, иди скажи что-нибудь на доложку, сын. Не просри страну, сынок. Есть. Итак, все украинские СМИ трубят о сенсационной новости. Против украинского олигарха Игоря Коломойского США ввели новые санкции. Ему и членам его семьи запрещен въезд в Америку. Таким образом, Коломойского просто публично ткнули носом и показали, где его место. То есть это своего рода черная метка для одного из богатейших людей в Украине. И это может быть предпосылкой для того, чтобы дать понять Коломойскому, что вся его коммерческая недвижимость, которая находится на территории США, может в необозримом будущем оказаться конфискованной. И, конечно, сейчас все начали обсуждать один очень интересный момент, который произошел на последней передаче «Свобода слова» с Савиком Шустером. Игорь Петрович, пожалуйста, вас считают человеком из окружения Коломойского. Вот что вы скажете? Добрый вечер, Савик. Я товарищ Коломойского, друг Коломойского, но не его бизнес-партнер. Врет. Я б даже сказал, пиздец. Это его ближайший друг и соратник Игорь Палеца, который все последние годы, если так можно сказать, идет рука об руку с Коломойским. А теперь он дает всем понять, что уже якобы начинает дистанцироваться от ставшего очень токсичным в последнее время своего старого друга. А вот как Палеца вспоминает, как еще совсем недавно все хорошо начиналось. С момента, когда Зеленский стал президентом, к Игорю Валерьевичу Коломойскому двери не закрывались. Я на это все со стороны наблюдал, когда где-то мы пересекались или заходил, мне было даже интересно. Все шли со своими резюме, помогите мне куда-то устроиться, помогите мне куда-то попасть. Да ты шо? И здесь я Палеца склонен верить, потому что в то время все понимали, что именно Игорь Коломойский очень много сделал для того, чтобы Владимир Зеленский стал президентом. Ведь именно на канале 1плюс1 демонстрировали так полюбившихся украинцам в то время сериан «Слуга народа». В общем, друзья, уже можно открыто говорить, что для украинского олигарха Игоря Коломойского наступили не самые хорошие времена. Ему вменяют вину коррупционную деятельность, коей он занимался в те буревные постмайдановские времена, когда занимал должность губернатора Днепропетровской области. И вот интересная новость пришла из офиса президента. А там сделали очень интересное заявление. В офисе президента заявили, что Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на пути к деолигархизации. Там отметили, что Украина должна побороть систему, в которой доминируют олигархи. И она благодарит за помощь в этом своих международных партнеров. Там отметили, что Зеленский меньше, чем за два года, сделал для деолигархизации во много раз больше, чем кто-либо из его попередников. А также в офисе президента дали понять, что каждое новое решение, связанное с борьбой против олигархов, помогает Украине стать по-настоящему независимым государством. И как-то довольно неожиданно решил подать голос, уже давно забытый всеми, Клим Чугункин, он же Павел Климкин. Я думаю, вы помните, кто это. Еще совсем недавно он был министром иностранных дел Украины. Так вот, он выступил с заявлением, что Владимир Зеленский должен ввести санкции против олигарха Игоря Коломойского. Именно сразу после того, как стало известно, что он попал под санкции США. Это заявление Климкин сделал на эфире Радио Свобода. То есть, этот Клим Чугункин заявил, что слышал про подготовку Америкой санкции против Коломойского, когда еще у власти был Дональд Трамп. И как заявил бывший министр, санкции США – это сигнал украинским властям, что пора начинать борьбу с олигархами. Но на одну очень интересную деталь в заявлении Климкина все же стоит обратить внимание. Так вот, он заявил, что американцы вводят санкции только по тем спорным делам, которые можно доказать в суде. И есть еще одна интересная деталь, на которую все обратили внимание. Пока Игорь Коломойский никак не отреагировал на введение санкций американцами. Все понимают, что Коломойский сейчас находится в очень затруднительном положении. Он не может выехать с Украины, потому что боится быть арестованным. К тому же он видит, как активно начали задерживать бывших топ-менеджеров «Приватбанка», которые довели в свое время банк до банкротства. Друзья, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что Коломойский – тертый калач, и у него наверняка припрятано немало компромата на того же Владимира Зеленского. Да и сам президент Украины это прекрасно понимает. Ведь если Беню конкретно прижмут, он молчать не будет. И тогда все будет плохо. И к тому же мы понимаем, что у Коломойского есть компромат не только на президента, но и на его ближайшее окружение. Ну и, конечно, нельзя пройти мимо вчерашней новости. Ютуб запретил у себя на платформе проводить онлайн-трансляции телеканала 112. Напомню, что 112 Украина – один из мощнейших телеканалов, у которого более 900 тысяч подписчиков. А это говорит только о том, что офис президента не успокаивается и продолжает давить на администрацию Ютуба с просьбой убрать с платформы неугодные телеканалы. Скажу честно, у меня в свое время были проблемы с представителями администрации 112 телеканала. И возникали они из-за того, что я периодически брал небольшие отрепки из их трансляций для того, чтобы прокомментировать ту или иную ситуацию, или для того, чтобы прокомментировать выступление того или иного гостя у них на программе. А администрации 112 телеканала это не всегда нравилось. Но сейчас я готов забыть те спорные моменты. Потому что когда я вижу, как власть относится к вещанию и закрытию оппозиционных телеканалов, то у меня это вызывает только негативные эмоции. И мне абсолютно все равно чьи-то телеканалы – Медведчука, Коломойского или Пинчука. У нас в Украине все телеканалы кому-то принадлежат. И если завтра закрою телеканал 1плюс1 или ICTV, я встану на их защиту. Потому что я хочу слышать совершенно разные альтернативные точки зрения на те или иные политические события, происходящие в Украине. Я считаю, что задача украинских СМИ – доносить до аудитории Украины самые разные точки зрения и не быть ангажированными. И я считаю, что таким критериям соответствуют телеканалы 112, ЗИК и Ньюсван. Понимаете, я выступаю за свободу информации и считаю, что каждый зритель должен сам решать, что ему смотреть. Но вся беда в том, что власть так не считает. Поэтому абсолютно незаконно закрыли эти телеканалы. Но, как мы знаем, журналисты, которые по вине власти остались без работы, не сдались и создали абсолютно новый проект – «Перший незалежный». И если честно, то меня буквально шокировала новость, когда я узнал, что через час после начала вещания власть дала команду закрыть и его. А поэтому, если вы хотите получать правдивую информацию, прислушайтесь к моему совету и подпишитесь на «Перший незалежный» в Ютубе. «Нам все время говорят, что мы неустанно, шаг за шагом, стремимся в Европу». Но ведь в Европе царит свобода слова. А у нас просто берут и одним щелчком закрывают телеканалы. И самое интересное, что мы до сих пор так и не увидели никаких доказательств и никаких документов, на основании чего закрыли три оппозиционных телеканала. Ну и вот вчера стало известно, что Верховный суд Украины открыл производство по нескольким искам о телеканалах, на которые были наложены санкции. А слушание дел назначено на конец марта-начало апреля. Уже хорошо, что эти иски будут рассматривать без задержки. Так что все разбирательства еще впереди. А на этом, друзья, у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. Увидимся.